Пророк Муса и исчезнувший ковчег Завета Пророк Муса в библейской традиции Моисей благословенный посланник Аллах. Аяты Корана более всего упоминают о его пророческой миссии и его народе. Коран не спослал нам знания о мужестве и великой духовной борьбе, которую вел пророк Муса и его брат пророк Харон Миром против жестокого правления фараона. В Коране Аллах также не спослал нам знания о благословенном ковчеге Завета, который был дарован ему Всевышним на горе Сина. Ковчег Завета – это золотой ворец, в котором находятся каменные скрижали с заповедями, дарованными народу Израилеву Господом, и несколько священных предметов, оставшихся от пророка Мусы и пророка Харуна – Аарона. В аятах Корана сообщается, что этот ковчег является знаменем от Аллаха, дарующим муминам чувства благодати и покоя. В 587 году до н.э. священный ковчег Завета бесследно исчез. Поэтому на протяжении долгих лет и иудеи, и христиане, и мусульмане предпринимали многие усилия, чтобы найти исчезнувший ковчег Завета. Как сообщается в хадисах пророка Мухаммада, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего, исчезнув и ковчег будет вновь найден лишь в последний день. Есть еще одно очень важное знание о ковчеге. Великая честь и радость найти этот священный ловец будет даровано Всевышним Аллахом благословенной личности, которая установит на земле господство морали Корана и божественных заповедей в последнее время, то есть Махди. Обретение ковчега Завета пророка Мусы станет одним из самых важных знамений, которое укажет на появление Махди. Как гласят хадисы пророка Мухаммада, во время Махди ковчег, в котором находится Сакина, Божья благодать, будет найден в Тибириадском озере и принесен и положен перед Бейт-Уль-Махдис. Когда иудеи увидят это, все они, кроме немногих из них, станут мусульманами. Однако истина известна лишь Аллаху. Махди ковчега Завета пророка Мухаммада и Бейт-Уль-Махдис. Продолжение следует... Продолжение следует...